Детский сад нового поколения. Ладушки отметят первый день рождения. Они занимают парковочные места и портят облик дворов. В Муравленку утвердили новый порядок работы с брошенными автомобилями. Модный парад красоты. Пожилые муравленковцы участвуют в проекте «Фестиваль серебряного возраста». Этим летом детсад Ладушки отметит свой первый день рождения. Дошкольное образовательное учреждение нового поколения распахнуло двери для воспитанников в июне прошлого года. С оснащением и возможностями детсада познакомился представитель губернатора Александр Мажаров. Сделать Ямал лучшей территорией детства – один из приоритетов губернатора Дмитрия Артюхова. 2024 год глава региона объявил годом детства. В округе уже обеспечена стопроцентная доступность мест в детских садах. За минувшую пятилетку впервые в истории возвели сразу 28 современных дошкольных образовательных учреждений. Один из них – Ладушки в Муравленко. Александр Мажаров посмотрел условия, которые созданы для всестороннего развития воспитанников детского сада и пообщался с коллективом. Специалисты говорят, что постарались максимально задействовать каждый метр. На трех этажах ладушек оборудовали творческие студии, музыкальные и физкультурные залы, места для игр и развития. Есть в саду и бассейн с умными технологиями. Бассейн у нас оснащен новыми современными технологиями. За этой стеной находится очень интересная большая лаборатория, которая циркулирует воду. Там стоят датчики, которые сверяют флор, флор. И если где-то какие-то показатели по какой-то норме, сразу попадается сигнал на реагенты. Реагенты автоматически добавляются, выравнивается вода. То есть вода у нас всегда чистая, как вы можете видеть. В ладушках создали пространство для детей разных стартовых возможностей. Для 230 ребят открыли 12 групп, в том числе инклюзивные. А еще оборудовали современный центр «Мир на ладошке». Здесь ребята развивают способности, а при необходимости получают коррекционную помощь и сопровождение. Происходят чудеса у нас такие, как вот, допустим, извергаются вулканы. Также материки, океаны можно изучать. Я это тоже видел, конечно, но вот так вот близко, как все так интересно. И это все, то есть программа под это работает. Малыши занимаются спортом, снимают и озвучивают мультики, высаживают огород и ухаживают за растениями. Рисуют, танцуют, постигают азы науки. Большое внимание здесь уделили вопросам безопасности. Установили сеть камер видеонаблюдения и систему распознавания лиц посетителей. Во дворе оборудовали 14 площадок. Места для игр точно хватит всем. Александр Мажаров высоко оценил подход учреждения к работе с детьми особой заботы. Организации безопасности отметил и функциональное использование пространства. То, что оснащенность этого детского садика заслуживает просто большое уважение. Это, конечно, программа губернатора. Здесь даже неоспоримо, что команда и он на правильном пути. У меня хорошие впечатления остались. Я очень доволен, что сегодня Ямал находится на таком уровне развития. И очень много делает для будущего, для того, чтобы дети были здоровы, развиты. И входили в этот мир с открытыми глазами, без всякого удивления. И понимали, что им нужно делать. Сегодня микрорайон молодежный и активно развивается. Строятся многоквартирные дома, открываются магазины. Этим летом отремонтируют и дорогу. А рядом с ладушками ожидает открытие и первого звонка современная школа на 500 учащихся. Строительство образовательных учреждений решает задачи национального проекта «Демография». Алена Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Ежегодно специалисты управления ЖКХ выявляют до 50 автомобилей, имеющих признаки бесхозных. Между тем, депутаты утвердили новый порядок эвакуации таких машин. По новым правилам, уведомления владельцу вручат в течение трех дней со дня его обнаружения. В течение трех дней специалист обязан составить акт о наличии автомобиля, где зафиксировать все признаки, которыми обладает автомобиль. Произвести фотофиксацию и разместить уведомления для потенциального собственника о том, что такой автомобиль необходимо с территории микрорайона эвакуировать, убрать либо в гараж, либо по согласованию с нами на специальную стоянку, предусмотренную для хранения таких транспортных средств. Эвакуировать машину собственнику необходимо в течение семи дней. Если владелец не примет меры, специалисты приступят к его поиску, после чего автомобиль принудительно переместят на спецстоянку. Кроме того, депутаты определили и признаки бесхозного транспорта. Во-первых, оно должно мешать производству работ и одновременно оно должно обладать признаками брошенного, так скажем, длительный срок неэксплуатируемого. То есть это либо открытые замки, двери, отсутствие стекол, отсутствие элементов, которые предусмотрены по конструкции автомобиля. Автомобили после ДТП, автомобили, имеющие вмятины, либо возможность свободного доступа в автомобиль детям, либо иным посторонним лицам. В прошлом году в Муравленко выявили 34 автомобиля с признаками бесхозных. Пять из них эвакуировал город, 29 переместили или привели в порядок сами владельцы. В этом году выявили шесть машин. Сообщить о брошенном авто жители могут по телефону 55470. В Муравленко началась реализация проекта «Фестиваль серебряного возраста». Он стал победителем грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Участники пройдут обучение у стилиста-имиджмейкера из Санкт-Петербурга, а также представителей бьюти-сферы города. В финале состоится парад красоты для пожилых муравленковцев. Площадкой для реализации проекта стал клуб по интересам для старшего поколения «Кладезь». Здесь участники пройдут курс обучения и полного преображения. От подбора макияжа и прически до обновления гардероба. В этом модницам Муравленко поможет профессиональный стилист-имиджмейкер из Санкт-Петербурга. Тем, кому от 50 и старше расскажут не только о главных правилах красоты, но и здоровье. Женщины будут работать с нутрициологом. За время участия в проекте они попробуют изменить свои пищевые привычки. Это 40-летие Муравленко. И мы хотим в большей степени пригласить именно женщин-переоткрывателей города. Тех, кто давно здесь уже живет. И показать, какие они были раньше, когда только сюда прием молодые, красивые. И какие они сейчас тоже молодые и красивые. Они всегда молодые. Поэтому я думаю, что это будет интересно. Сегодня участницы фестиваля серебряного возраста, а их всего 15 человек, подыскивают в модных глянцевых журналах интересные и необычные образы. В них они предстанут перед зрителями на финальном дефиле. Подобная инициатива впервые была реализована в Муравленко в 2019 году. Тогда она называлась «Модный приговор. Перезагрузка». Елена Михайловна Пасечник была одной из финалисток необычного проекта. Сегодня с теплом вспоминает, как это было. Было очень волнительно. В особенности, когда нужно было уже выходить в зал и пройтись по залу. Ну, тут ноги подкашивались, глаза вот такие шары. Но ничего, справились. В этом году женщина также примет участие в аналогичном проекте. А вместе с ней и Татьяна Богатко. Обе активно занимаются спортом и посещают занятия по ментальной арифметике в клубе «Кладезь». Что дает, это, конечно, не остановку умственного развития. Очень развивает мышление. Это во-первых. Во-вторых, очень много заданий на логику. Что такое? Что такое? Ротологические задания – это вообще взрыв мозгов. Потому что сидишь и все. Вот хочется же сделать, чтобы понять, как это происходит. Благодаря грантовой поддержке «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» у участниц есть уникальная возможность заявить о себе и пополнить багаж знаний. Впереди модниц ждут мастер-классы, индивидуальные занятия и уроки красоты. В финал проекта, который пройдет в ноябре, выйдут самые активные. Анастасия Попова, Антон Иванов. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте муравленко24.ру и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok